Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить не только то, что преподаешь, но и тех, кому преподаешь. Это цитата Людмилы Павловны Сахаровой, балерины, хореографа, педагога и народной артистки СССР. Её именем назван открытый общероссийский конкурс педагогического мастерства. Его проводят в Пермском государственном хореографическом училище. В этом конкурсе преподаватель и хореограф из детской школы искусств посёлка Развилка был признан лучшим. Александр Семёнович Гуревич работает в нашей школе уже очень-очень долгие годы. В прошлом году его коллектив отметил десятилетие, но работает Александр Семёнович гораздо раньше, чем 10 лет. То есть он ещё в старой школе преподавал хореографию. Именно он является основателем этого направления в школе искусств посёлка Развилка. В комитет конкурса поступило 125 заявок от педагогов и концертмейстеров со всей России, а также из Китайской народной республики и Узбекистана. Александру Гуревичу удалось обойти всех участников и занять первое место в номинации преподавания ритмики и балетной гимнастики. Я только приехал на всероссийский конкурс педагогического мастерства, происходил в Перми, в городе, в хореографическом училище. И там мне предоставили хореографических детей уже, девочек и мальчиков. И я с ними показывал свой урок. Конечно, было трудно, но подготовку всего дали 20 минут. Я должен уже показать что-то. Сидело в жюри, да, отмечали всё это. Но мне, конечно, очень приятно было смотреть на эти формы, на этих линиях. Дети, ну это дети, ну вот статуэточки все. Такие было приятно. Мы показались, не ожидал, но занял первое место. Александр Семёнович преподает народные классические танцы, гимнастику, ритмику, а также ставит номера. Классы под его руководством принимают участие во многих конкурсах. У нас были отчётные концерты, мы выступали на сцене. Преподаватель добрый, иногда балует, подбадривает, успокаивает, всегда может поддержать. Конкурсы любого уровня не только выявляют лучших, но и помогают подтвердить уровень мастерства. В детской школе искусств могут гордиться преподавателем, который стал лучшим в своей области. Юлия Стафёрова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.